Трое в тачке, не считая собачки. Программа, авторы которой путешествуют по Карелии и показывают нашу республику с необычного ракурса. В чем концепция передачи, как проходят командировки и как журналистам удается передать атмосферу и колорит места, своим опытом творческая группа поделилась с участниками форума «Этносмарт». Среди них студенты, представители национально-культурных объединений, молодые специалисты. Те, кто слушал наш рассказ про трое в тачке, не считая собачки, возможно, они посмотрят, как делается эта программа и придумают, как сделать что-то не такое. Задача показать Карелию в обаянии Карелии, в неприукрашенном ее состоянии, в реальном состоянии. Второй момент – это то, что мы стараемся сохранить эффект присутствия. В тот момент, когда зритель смотрит «Трое в тачке, не считая собачки», он как бы находится на месте, вместе с нами. Мы приехали на место, где когда-то давно кипела экономическая и промышленная жизнь этого района. Здесь, среди болот и озер, которых богат и железной рудой, вовсю работал чугуноплавильный завод. Производство остановилось больше ста лет назад. Рассказали участникам и о том, как хвостатый корреспондент Джек Рассел Шарли стал частью съемочной группы программы «Трое в тачке, не считая собачки». Ну давай, заянька, уночка ты наша. Это и практически для меня было важно, потому что мне не с кем оставлять его было дома. Он тяжело переносит разлуку. Ну и основной, наверное, момент все-таки добавить нашей программе нежности какой-то и мимимишности, как это молодежь сегодня называет. Потому что к нам, как журналистам, может быть совершенно разное отношение. Мы можем кому-то не нравиться, кого-то раздражать, кто-то нас, конечно, может и любить. Но собаку, мне кажется, любят абсолютно все. Всего же на форуме «Атласмарт» работают три актуальных для молодежи направления. Про движ, разработка концепции молодежного события в сфере укрепления межнациональных отношений. Про свет, создание новых форм внеклассных мероприятий для школьников. И про медиатрек для тех, кто хочет создавать свой медиапродукт в области укрепления межнационального единства. Я учусь на втором курсе в Петерго по направлению журналистика. Мне очень полезны эти лекции, поскольку сама хочу развиваться в медиа, пообщаться с профессионалами. Это очень крутая возможность. Кроме общения с экспертами, у участников есть возможность поделиться своими идеями. Каждый из них приехал на форум с проектом. У нас было очень много заявок. Буквально за две недели мы набрали более 89 заявок было, а активных участников у нас должно было быть 60. Вот 60 активных участников отбирали по строгим критериям. Надеемся на то, что удивительные, уникальные, интересные идеи, которые представят нас участники форума, порадуют всех. И по словам участников, главное, что даст им форум – это возможность обменяться опытом, вдохновиться и получить новые навыки. Юлия Бираева, Дмитрий Усиченко, Служба новостей.